Хей! Всем привет, друзья! С вами снова я, Скрипер, и добро пожаловать в новый цикл видеороликов, в котором я вам расскажу целых 50 интересных лайфхаков о строительстве в Майнкрафт. Заинтересован? Тогда лепи лайк! Ииии... Погнали! Ну что же, мой дорогой друг, а перед тем, как мы начнем, я бы хотел тебя попросить поставить этому видео большой палец вверх, ибо когда мы берем 4000 лайков, то я выпущу еще один видеоролик из серии 50 интересных построек в Майнкрафт, поэтому не ленись, не скупись и ставь этому видео большой палец вверх. Ну что же, друзья, давайте приступим к первой постройке, и это у нас будет стул, на котором действительно можно сидеть. Делать я его буду из адских кирпичей. Итак, давайте для начала сделаем его спинку. Но она у нас будет невысокая, где-то, ну, вот такая вот, скажем. Нет, давайте даже из полублоков вот таким образом сделаем. Отличненько! Что затем? Затем нам потребуется песок душ. Ставим сюда и сюда, после чего нам нужно взять адские ступенечки, поставить их слева и справа. Отлично, ребят! Давайте теперь возьмем, пожалуй, энергорельсы и запустим их, ну, например, куда-нибудь вот сюда. Почему бы и нет? Что затем? Затем нам потребуется красный камень, то есть при помощи него мы активируем рельсы и запускаем нашу вагонеточку. Мы должны ее подвинуть прямо-таки к центру, ведь у нас будет симметричный и ровный стульчик. Ну, приблизительно где-то вот так. Отлично, ребят! Вот это мы все теперь ломаем. И что затем? Затем нам потребуются поршни. То есть ставим один поршень сюда и второй сюда, после чего мы их, конечно же, активируем. Вот таким образом, как вы можете видеть, у нас появляется целый неплохой стульчик, на котором, я скажу вам, даже действительно можно сидеть. Ну, а мы незамедлительно приступаем ко второму лайфхаку для строительства. Итак, для него нам опять-таки потребуется песок-душ, то есть мы ставим таким образом три песка-душ. Отлично, друзья! Затем мы должны с вами построить вот такую вот конструкцию, просто повторяйте за мной. Итак, сначала вот таким образом. Раз. Теперь мы должны с вами сделать вот такой вот подворотик-заворотик. Два. После чего, немножечко не так, друзья. Давайте вот таким образом поставим, и что же? Отлично! Что мы делаем затем? А затем нам опять-таки потребуются энергорельсы, вагонеточка и активатор. Например, это блок красного камня. Мы прокладываем здесь и вот здесь вот рельсы, после чего ставим блок красного камня, отправляем сначала одну вагонеточку, потом вторую. Потом всё это дело мы, конечно же, ломаем. Ставим ещё два энергорельса и отправляем ещё одну вагонеточку, чтобы она встала у нас по центру. После этого мы ломаем рельсы, просматриваем, всё ли у нас хорошо, а у нас действительно хорошо. Теперь нам потребуется абсолютно любой полублок. Например, я буду использовать каменную плиту. Итак, друзья, ставим сюда, сюда и сюда. После чего нам необходимо взять поршень. Итак, берём три поршня. Нам их нужно поставить, чтобы они смотрели прямо-таки на нас. То есть вот таким вот образом три поршня мы поставили. После чего мы их, конечно же, всех активируем. И, как вы можете видеть, наши полублоки задвинулись. То есть, таким образом, у нас получился очень милый и, конечно же, классный диванчик. Следующее, что я вам покажу, это будет столик, за которым действительно можно сидеть и даже что-нибудь кушать. Итак, что нам нужно для того, чтобы его сделать? Разумеется, давайте поставим сам столик. Для этого абсолютно любой блок ставим сюда. Потом ещё, конечно же, заборчик. Ну и сверху ковёр. Казалось бы, всё. Но нет, друзья, сейчас мы будем с вами делать сидения. Итак, для того, чтобы их сделать, мы должны сделать следующую конструкцию из песка душ. После чего нам понадобятся рельсы. Абсолютно любые рельсы. Конечно же, вагонеточка. Давайте поставим сюда и сюда рельсы. Также сверху вагонеточки ломаем. Вот это всё дело. Забираем, подбираем наши рельсы, так как они очень, конечно же, ценные. Затем нам понадобятся ступеньки. То есть, поставим одну ступенечку сюда и вторую. Немножечко не так, ребят. Давайте вот так слегка подтолкнём. После чего поставим вот сюда вторую ступенечку. Отлично, друзья. Что затем? Затем нам, опять-таки, потребуется поршень, который мы берём из инвентаря. Ставим сюда один и сюда второй. Затем нам потребуется блок красного камня. Один ставим сюда и второй сюда. Всё лишнее убираем. И у нас получается два вот таких вот замечательных, примечательных сиденья, за которыми действительно можно сидеть и, возможно, даже что-то кушать. Сейчас тоже небольшой лайфхак для строителей. Как сделать в Майнкрафте, например, какой-нибудь барный стульчик. Итак, что нужно для того, чтобы его сделать? Ну, во-первых, это, опять-таки, забор, я буду использовать, который у меня сейчас в данный момент есть. После этого необходимо взять обязательно нажимную плиту. Я возьму вот эту нажимную плиту. Итак, ставим сверху, после чего нам потребуется рамка. Рамка, либо же картина. Я лично буду использовать рамку. Итак, друзья, давайте сзади подойдём и кликнем. Вот таким образом у нас получится замечательный стол. Следующий лайфхак ты можешь применить, допустим, тогда, когда ты будешь строить в своём домике Майнкрафт спальню. Итак, вот это, конечно же, всё было очень круто, но то, что вы увидите сейчас, воистину, ещё круче. Итак, друзья, давайте же немедлите и начнём. Выкопаем сначала 4 блока следующим образом, после чего заполним всё это дело песком душ. Что затем? Затем 2 блока сюда, 2 блока сюда, и заполняем всё это досками. Неважно, каким я буду использовать берёзовые. Что затем, ребята? А затем мы должны с вами, конечно же, проложить рельсы, чтобы запустить сюда и сюда вагониточки. Вообще, вы меня спросите, а что мы сейчас делаем, ребят? Мы сейчас делаем двухспальную кровать. Действительно, не просто двухспальную, а двухэтажную. То есть, кровать у нас будет аж в 2 этажа. Я не знаю, почему у меня как-то подворачиваются вагонетки, на самом деле, это не очень круто. Что затем, ребятки? Затем нам нужно всё это дело сломать, и, конечно же, приготовиться к тому, что запустить ещё 2 вагонеточки. Отлично, активируем, запускаем первую, и запускаем вторую. Чё она становилась, непонятно. Давайте ей поможем протолкнуться. В общем-то, друзья, я решил всё это дело снести и заспавнить при помощи команды Сумбан Майнкар. Вы также можете это сделать, если будете выживать в креативе и играть в креативе. Что мы делаем затем, ребят? Затем нам потребуются, опять-таки, абсолютно любые ступенечки. Я буду, например, использовать, ну, давайте, дубовые ступеньки. Итак, друзья, давайте поставим одни сюда, другие сюда, тридцать сюда, четвёртый сюда. Отлично. После чего нам потребуются наши поршни. Поршни мы можем взять из этого раздела. Берём самый обыкновенный поршень и также мы должны их следующим образом проставить, чтобы всё у нас было хорошо, всё у нас было отлично. После чего, друзья, мы их активируем и всё, конечно же, лишнее убираем. У нас получается вот такая красота, а житель, конечно же, нам не мешай. Что затем? Затем нам потребуется сделать ручки. Ну, чтобы всё было у нас хорошо, то есть мы делаем их вот таким вот образом, одну сюда, вторую сюда. Замечательно, ребят. Уже мы можем сидеть, уже у нас всё хорошо, но не забывайте про то, что мы создаём всё-таки двухъярусную кровать. А двухъярусная, так согласитесь, потруднее будет. Итак, что затем? Затем два блока сюда, два блока сюда. Ну, а что далее? Далее мы можем воспользоваться либо железными люками, либо полублоками. Итак, мы делаем вот такую тему, после чего, конечно же, нам потребуются еловые доски, либо же ещё что-нибудь. Я лично буду использовать еловые доски. Так, вот таким образом мы это всё дело создаём. Ну, а далее нам потребует сюда заспавнить несколько вагонеток. Так как я в выживании, я не буду париться с рельсами, поэтому я всё это дело заспавню при помощи команды. И видите, чё-то мне как-то это не попёрло. Вот серьёзно. Давайте я попробую один, потом, конечно же, второй, третий и четвёртый. Вот, ну, как-то так, друзья. Как-то так. Может быть, у вас получится и аккуратнее, если вы будете сидеть с другой версией Майнкрафта, но мы сейчас вот это всё вот таким вот очень-очень аккуратным образом пододвинем. Может быть, даже вот здесь чуть-чуть подпихнём и... Да ладно, пускай ничего, ребят, я уже трогать не буду, так как не хочу ничего испортить, конечно же. Так, затем нам понадобятся, опять-таки, наши поршни. И вот этот... Вот эта вагонеточка чутка выперлась, поэтому мы её поправляем. Найс. Нам потребуются, опять-таки, поршни и ступеньки. То есть, ступеньки мы располагаем вот здесь вот. И, конечно же, вот эти блоки здесь. Затем мы берём наши поршни, которые находятся у нас в этом разделе. Берём их сюда. И, конечно же, ставим их на блоки. Вот таким вот образом. Давайте... Давайте, пока у нас есть такая возможность, всё это вон туда пропихнём, чтобы у нас всё было очень даже хорошо. И... Да, оно всё-таки, если я пихаю с одного края, то в другой выбрасывается. Не очень, ребят, это круто. Что затем? Затем мы просто-напросто всё это прессуем, активируем и убираем всё лишнее. И какая-то хрень, на самом деле, у нас получается. Но я надеюсь, что у вас будет всё это более красиво выглядеть. И, на самом деле, вы постарайтесь, чтобы вот просто найс всё было. И что-нибудь с этим, конечно же, сделайте. Что затем, друзья? Ну, а затем нам потребуются лестницы. То есть, нам же как-то нужно собираться на второй этаж. Поэтому мы берём лестницу, ставим здесь. И, в принципе, в принципе, по сути, уже всё готово. Можно также и вторую лестницу добавить, например, где-нибудь вот здесь. Ну что же, ребятки, на этом всё. Я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик, и ты уже спешишь ему поставить свой лайк. Напоминаю то, что если лайков будет много, то я покажу вам ещё больше интересных различных лайфхаков для строительства на вашем сервере Майнкрафт. И, кстати, всё это дело я строил и создавал на своём сервере Экстра Крафт. Так что, IP есть в описании, ребята. Не забываем, обязательно заходим на мой сервер Экстра Крафт. Конечно же, в следующих видеороликах я буду вам показывать ещё различные лайфхаки. То есть, это ещё не всё. Майнкрафт, он, по сути, безграничный. И, конечно же, мы ещё много чего с вами интересного для себя откроем. Ну, а с вами был я, Скрипер. Всем удачи! Всем пока, ребят! Субтитры подогнал «Симон»!